Ребята, привет. Пишу это видео ночью. Сейчас полночь. Завтра утром мне идти на прием к терматологу. А у меня же нет привычки ложиться раньше полуночи. Вообще я уже дошла до того, что до четырех не сплю. Если бы я физически работала, особенно на улице, я бы валилась с ног гораздо раньше в нормальное время, поскольку я физически не выкладываюсь. Хотя я сегодня все довожу до ума. Пересадила рукава, то есть выпорола и заново растянула эту самую. Оказывается, в чем была проблема. Плечо же широкое, я думаю, надо его уменьшить и чуть больше захватила. Ну буквально, наверное, сантиметра даже не было. Пол сантиметра, ну может быть сантиметр. И это сразу сказалось на том, как рукав сел. Но сейчас тоже не фонтан. Все-таки 80-е есть. 80-е крое другого времени он сидит непривычно для нас. В общем, такая приколюха. Как получится осветить вам. Ну ладно. Потом я на швейном канале сделаю нормальное видео, покажу. Здесь вот так. Теперь, значит, думаю, сюда надо побольше металла, блестяшек каких-нибудь. Пускай будет такое китчевое. Пусть будет китчевая вещь. Усилим, короче, всю попугайстость. Сделаем такое шоу. Короче, купила такие пуговицы, которые надо сажать. При помощи специального оборудования. Ну, может кто-то подскажет, конечно, там, я понимаю, можно проковырять дырку и молотком бить по пуговице. Но здесь стразик в центре. В общем, когда я спросила у продавца, говорю, ну сюда же нужно какое-то приспособление, чтобы эти пуговицы сажать. Она говорит, а я знаете, как делаю? Я в ателье просто отдаю. Я думаю, правда, это же очень просто. Мне и самой такое в голову приходило. Особенно, когда на джинсах молния ломается. И меня тоже невестка как-то спрашивает. Говорит, а как молнию красиво посадить? Я вообще-то видео уже посмотрела, знаю, как красиво, аккуратно посадить там все. Но на тот момент я ответила, а я просто в ателье отдаю 300 рублей, и молния все посаженная. У тебя никакие ни ногти не сломаны, ни тысячу раз машинку гоняла. И спарывателем распарывала, и криво пролегший шов. Вот. То есть это очень простое решение. Но у меня здесь 9 пуговиц по сценарию. Это же, если цена за единицу работы очень высока, то я не осилю, боюсь. Вот это. И... А, и еще я подумала, эти вот... Да, видите, как я сделала? Обратите внимание, что это. Вы поняли, да, что это? Вырезала с этих джинсов вот эти швы. И пришила сюда, пристрочила зигзагом. И вот теперь это надо оправдать. Правда, сделать что-то кусарское? Я думаю, сюда какие-то висюльки или заклепки. Как на джинсах бывает, да? Только крупные. Посадить. В общем, я не знаю, куда я буду носить эту вещь. Но я ее сделала. Опять, у меня же есть вещь, которую я сшила по бурятском, монгольском стиле. Платье длинное такое. Силуэта русалка. И я же его ни разу не надела никуда. А сейчас я даже не знаю, как оно на мне будет сидеть. Так. Вы там говорили, что... Ну, говорил один человек. Возможно, многие подумали, что спинка, да, висит. Ну, вот так вот у меня все спинки на мне так сидят. А сейчас вот, когда рукава пересадила, что-то... В общем, здесь все вот... Как-то при... Немножко присобрала, исправила. Вроде бы, мне кажется... Ну, лучше на мне не бывает. То есть мне надо тогда индивидуальную выкройку для своей спины. А все почему? Потому что у меня рост ниже того роста, на который рассчитана выкройка. И талия... Талия должна быть на месте. То есть спинка длиннее. Спина должна быть длиннее. Вот. И спинка поэтому застревает на бедрах. И вот так вот приподнимается. Топорщится. Ну, или у меня спина просто уже. Такое тоже может быть. Так, причем вот мои 9 пуговиц. Теперь мне надо... Наверное, со стипендии придется этим заняться. Еще заклепать. А, еще я подумала, что сама тогда уже не буду делать петли. А попрошу так в ателье красиво сделать, как на джинс. Ну, такая вот петелька из... С круглой этой. В общем, красивая, чтобы была петелька. Ну, если мне... Если мне не будут гарантировать красивую петельку, то я дома сама на этой машинке... На этой машинке сделаю. Вот. Так, ну что, я же не про это хотела рассказать, да? Я хотела... Рассказать... Уже осталось 2 дня, как приедут мои... Ой. 2. Ну, они говорят, 21-го вылетают, что ли? Я почему-то думала, что 23-го. Потом, когда выяснил, что они 23-го вылетают отсюда, а значит, 22-го прилетают сюда. Я рассчитывала на 22-е. А теперь получается, что 22-го... Ой, а что у меня здесь... Оказывается, они 21-го вылетают. Я сегодня помыла пол. Постирала коврики. Ну, как коврики. Коврик-то у нас вот. Один. На этом. Один в ванной. А тут страшное дело. Из ванной выходишь, на него наступаешь, и ноги снова грязные. Ну, то есть здесь волосы, пыль, вот эта вся фигня. Некому уже. Руки не доходят. И вот эти вот дорожки. Это вообще не дорожки, это диван. Помните, в 90-е диван-деки были в моде. Вот это вот часть диван-дека. Диван-дек, то есть это покрывало на диван и на кресло. Вот это скресел. От дивана мы избавились. По-моему, самым варварским способом. В общем, у нас никто не любит ковры. Я терпеть не могу ковры. А это было наследство моей невестки. Ну, то есть достала у нее дома, в доме были вот эти диван-деки. И так они и остались, потому что дом перешел. Слушайте, я сегодня тортик пекла и думала крем сделать, желатин развела в кофейном, в кофе. В общем, это вот кофе. Но потом передумала. Кстати, виски пахнет. В кофе добавила виски. Это была пропитка. А потом думала, да ладно, кому я тут делаю этот тортик. Надо было чуть-чуть переждать и испечь тортик к их приезду. А теперь получается слишком рано. Это была моя репетиция, мне вот не терпелось. Есть рецепт такой, финский торт, мечта. Из книги я как-то... Я была в Эстонии в студенческие годы. Это был, ну, наверное, 86-й год. И там купила книгу. А сегодня пошла гуглить, нашла рецепт Ирины Хлебниковой. Точно из этой книги. Она даже автора сказала. Ида. Ну, не помню я. Такая классная книга. Кстати, вот рекомендую поищите. Где-нибудь тоже нагуглите. Наверное, кто-нибудь куда-нибудь, где-нибудь выложил. С торрентов скачать. Надо по-моему, это самое тоже посмотреть. Ну, я просто не могу больше загружать к себе в ноутбук, на свое устройство. Не могу больше загружать книги. Мне и так тут хватает той всякой литературы, которую я скачиваю в ходе подготовки к экзаменам, к зачетам. Берегу место. Поэтому обойдусь как-нибудь без этого. Тем более, что на Ютубе есть рецепт, где все рассказано. Конечно, приятно этой книжкой обладать. Если не в бумажном виде, то хотя бы, чтобы она у тебя была в этом. Кстати, я сейчас думаю, я же книгу какую-то удалила. По-моему, с телефона удалила у себя книгу. Она называется... Заглавная буква? Нет. Упрямая буква. В общем, там детские рассказы советских писателей. Упрямая буква ужасная. Не помню. И там вот такие... Ну, все про учебу. Там есть Драгунского рассказы, потом Леонида Пантелеева. Про букву Т. Знаете такую? Рассказы. И как-то я даже скачивала аудиофайл в исполнении Литвинова. Николай Владимирович Литвинов. Николай Владимирович Литвинов. Теперь я собралась чай пить. Поэтому... Вы слышите шум. Так. Я рассказала про книгу. А, да. И испекла этот тортик. Но без крема. Крем я передумала готовить. И теперь не буду знать, куда деть этот кофе. Вот. А тортик вот такой. Я, правда, уже, видите, половину схамячила. Даже не знаю. Ну, в принципе, яйца есть, мука есть. А, он же без муки. Он с крахмалом. Ну, сама я не буду этот рецепт снимать. Поскольку он уже есть в Ютубе. В лучшем исполнении. Но я сделала его с вишней. Сейчас, когда рынок предлагает столько всяких ягод. Вот замороженные ягоды, да. Здесь вишня была. Здесь вишня была. На шестьдесят шесть рублей всего лишь. Была вишенка. Четыреста сорок четыре грамма. То есть килограмм сто сорок девять. Ну, милое дело. То есть нет никакого смысла выращивать, держать, выращивать у себя на даче. Весь это, все лето, всю свою жизнь. Ну, в общем, вот это. Такой огромный кусок жизни отдавать этой пахоте на даче. Чего я никогда не делала. Ну, я просто хочу сказать, что нет смысла выращивать. И вот смотрите-ка. Днем я ем так себе не очень хорошо. А вот в полночь меня город посещает. И даже утром, когда я завтракаю, мне не хочется сладкого. А вот ночью, ой, надо избавляться от этой привычки. Ну, я почему не сильно, не особенно страдаю, потому что мне себя перестроить легко. Вот так сказала и сейчас. Сегодня я ела чечевицу. Я не готовлю. Ничего не готовлю. Зачем себе одно и что-то готовить? Съесть, не съесть. Нет, не буду. Просто выпью чай. Вот. Я готовила в горшочках. Я проверила горшочки. На то, как они в микроволновке себя поведут. Ну, то есть, пропустят они микроволны, не пропустят. Прекрасно пропустили. В общем, можно готовить в микроволновке. Не обязательно в духовке. Так, теперь надо мне подумать, что я буду дарить сыновьям и внучке, которые исполнилось три года во время отсутствия здесь, в Улан-Удве. То есть, со мной подарочек должен быть. Так, что еще? Пожалуй, все. Нет, пожалуй, я этот кусочек съем. Нет, не хочу. Так, сейчас пойдем посмотрим, что-то. Не звучит просто никакой. Заваривать свежее не хочу на ночь. Пойдется это запить. Вот, сейчас варенье достану. Я варила варенье и сливы, рецепт которого у меня есть на канале. Куда тоже периодически, как начинается сезон слив. И начинают мне лететь комментарии. Чего только не понаписали-то. Причем я так старалась плиту не показывать, вырезала все это аккуратно. Все равно плита вошла в кадр. И пишут всякие гадости по поводу того, что плита грязная. Она не грязная, а она старая и не очищалась. Ну, реально, это была старая плита. Называлась Лысва. Вот. Потом писали, что варенье не такое, что оно компот, что еще что-то. В общем, я вот не понимаю. Хотя, может, понимаю, что людей побуждает. Ну, вот не лень же написать какой-то комментарий. Совершенно не по делу. Как-то. Нет. Нет, это я все понимаю. У меня иногда тоже бывают порывы. Я тоже пишу какие-то комментарии. И раньше, да, когда я не была в шкуре блогера, могло прийти. Ну, то есть мы пришли, когда мы пришли вообще в интернет, на форумы, мы сразу попали вот в такую культуру. В культуру срача, да? То есть мы должны обязательно гавкать. А на самом деле, если посмотреть уже, когда я по эту сторону, теперь я понимаю, что это люди так самоутверждаются. А если люди так самоутверждаются, значит, видимо, больше самоутверждаться негде. И, видимо, так они загноблены, что вот такой способ им единственное остается самоутверждаться. У меня вот такие половинки слив. И такой способ варки, что плоды сохраняют свой вкус. Видите, такой цвет красивый. Ягоды все отдельно. Сиропчик прозрачный. Густой. Это не компот. Это реально вот сироп. Потому что здесь нет... Воды... Воды нет. Вот. Единственное, что я бы, наверное, опасалась поручиться за то, чтобы варенье хранить можно в теплой комнате. Все-таки хранить лучше в холоде. Ну, и там... Конечно, лучше бы, чтобы... Ну, то есть, посуда должна быть по возможности стерильной. Ну, стерильной – это какая-то абсолютная величина. Ну, приближенная к стерильной. Ну, стерильной, будем говорить, в общем, в таком бытовом смысле. Не философском. То есть, как можно меньше... По возможности уменьшить риск брожения, попадания туда бактерий, которые вызовут брожение. Ну, и всякие такие нежелательные процессы. Плесень. Боже мой, неужели у нас больше ничего нет? Конечно, ничего нет у меня-то. Дети давно закончились. Значит, есть мед, есть сухарики. Кстати, невестка уезжала, сухарики остались. Она сухарики любит. Ну, и не только любит, но она и любит сухарики, и ей ничего другого нельзя, поскольку она кормящая. Мать! И печеньки остались, Данькины. Без сахара. Для малышей. С пяти месяцев. И я их не тронула. Я просто, я тут отрывалась, я себе покупала зефир. Что еще? Ну, в общем, все то, что мы не покупаем из-за детей и из-за экземы. Еще из-за того, что надо худеть. По всяким таким причинам. Ладно, столько бесполезней болтовни, да? Двадцать минут. Так, друзья, уже следующий день. Двадцатое число, почти четыре часа вечера. Я подумала, что скоро приезжают мои дети, у меня не будет бесшумной обстановки. Надо снять быстро видео про куртку, которую я шью. Вообще, у меня есть масса проектов. Кроме куртки, я еще шью комбинезон, шила комбинезон детский. Но не дошила, в общем, пока я шила, ребенок перерос его. Я растекла по поясу, хотела сделать вставку, но так еще не довела дома. Потому что к этому времени у ребенка появилась масса комбинезонов других. А это все было не из любви к искусству шилось, а из-за необходимости. Вот. Так, значит, накрасится. Что я тут роюсь, что еще? А, я хотела взять губку, спонжик и намочить его. Так, ну, в общем, вот таким образом. Сейчас быстро накрашусь. Ой. Не хотела краситься. Не крашусь я, когда нет надобности. Сегодня сходила к дерматологу. И что вы думаете, у меня руки-то к моменту, у меня так вечно получается, как идти к дерматологу, так рука выглядит прилично. Не знаю, как на камере, на мониторе я не особо вижу, что там видно. Думаю, ничего не видно. Ну, поскольку вы видите в более крупном изображении. Кисточки у меня нету, надо мне кисточку купить для тональной основы с плоским дном. Еще такой спонжик, да, на ручке. Можно, можно бы попробовать, но мне, я глядя на эту штуку, не могу понять. Видите, тут предметное пятнышко. Смотрите, выскребаю отсюда при помощи такой кисточки. С такой кисточкой можно обходиться без консилера. Не воспринимайте мои слова серьезно, это я так пытаюсь шутить. Забыла свой пароль от инстаграма и не знаю, где его можно посмотреть. Или что, придется сбросить пароль и новый завести? Или как там в инстаграм? Скажите мне, пожалуйста. А, кстати, на днях приходит предложение. Во-первых, странная активность в моих аккаунтах. Приходит мне сообщение, что кто-то пытался войти в мой аккаунт и пишет там, Казахстан, это вы, не вы. Ну, вроде похоже на Google. То есть это сообщение никаких подозрений у меня не вызвало. Как-то по всем признакам было точно похоже, что это именно от Google сообщение. И написано поменяйте пароль. Потом, ну, процедура смены пароля понятна, вот, приходит, ну, в общем, предлагается изменить пароль. И на одной из страниц, когда вот там страничка, где вы меняете пароль, предлагается пароль, который они сами сгенерировали. А я была занята. Чем-то в этот момент я монтировала видео или что-то, ну, в общем, чем-то таким была занята. Да, мне было не до этого, я еще так с досадой. И думаю, ну, ладно. Еще так пишут, вот, мы сами вам сгенерировали пароль. А это... Вам не нужно его даже запоминать. Там такой набор чисел, набор знаков штук под 20, ну, поменьше, не 20, но больше 12. Так вот, чисто визуально. И... Я думаю, ну, ладно, потом, если что, снова зайду и поменяю пароль. Отмахнулась, нажала ОК. Потом через какое-то время... Ну, допустим, это я вот ночью делаю, часа в два. А где-то утром, когда захожу, там пишут, вы сменили пароль. Какая-то, в общем, ну, в общем, необычное поведение. Зарегистрировано, вы поменяли пароль. Проверьте. Я пытаюсь войти в этот аккаунт и думаю, почему же... А я совершенно... И забыла, конечно, я про эти пароли. Пытаюсь зайти и думаю, а я пароль-то вообще не помню. А почему же я не помню? Я начинаю выбирать, перебирать все варианты паролей, которые я могла бы, значит, придумать. И нет, ничего не подходит. Я думаю, ну, странно, у меня в памяти вообще даже никакого намека нету на пароль. Потом вспомнила, отмахнулась, пошла дальше делать свои дела. Потом вспомнила, что было такое дело, что они сами мне пароль предложили. Я думаю, елки-палки, сколько лет уже ты в интернете и ловишься на такие штуки. Я не могу понять, что вообще нужно взломщикам в моем аккаунте. Денег там нету, что-то там такое ценное, чтобы украсть контент, тоже нету. Навредить... Ну, какие-то бывают другие цели, да, какие совершенно, о которых я не знаю. Каким-то образом зарабатывать с помощью пароля, с помощью моего аккаунта. Ну, вообще не представляю. Какие-то зловредные штуки. Там, с моего номера, там, рассылать какой-нибудь спам. В общем, всякая такая ерунда. Да. Ну, в общем, я зашла, поменяла пароль. Кстати, я его не помню. Хе-хе-хе. И не записала. Вот. И... Вот таким образом. Теперь, значит, ВКонтакте получаю... Ну, не первый раз. Ну, получаю, значит, предложение. Мой Ютуб-канал купить хотят. Ну, я всегда отказывала. Отказываю. А тут думаю, ну, интересно, а сколько они предлагают? Что значит купить? На каких условиях? Что значит купить канал? То есть, на Ютуб-канале... Я же не крашусь. На Ютуб-канале... Это же не только Ютуб-канал. К нему привязаны... Ну, видимо, они знают способы, а я не знаю. Ну, то есть, вообще, наверное, есть способы отделить канал от Гугл-аккаунта. Потому что у меня на этом же аккаунте еще есть два канала. И вообще масса всего привязана. Облака, всякие сервисы гугловские. И что я вот, значит, продаю им канал. И потом у меня канал с 2013 года. То есть, шестой год, да? Шесть лет уже. И... Ну, это мне дорого, как память. А для них это никакой ценности. То есть, покупая мой канал, они всего лишь... Мою базу подписную. Семь тысяч подписчиков. Ну, что привлекательного? Чем может быть привлекателен мой канал для другого человека? Я вот этого не понимаю. Расскажите мне, если вы знаете. В общем, предложили десять тысяч. И ничего, я говорю, а какие детали-то сделки? Что там, как? Ну, они только технически рассказывают. Вы там заходите на какой-то сервис. Создаете там свой кошелек. Мы вам туда перекидываем деньги. Ну, привязываете туда кошелек уже имеющийся. Мой. То есть, не то, чтобы я там кошелек у них завела. И им довела. Ну, они же не совсем на дураков рассчитывают. Он мне прислал вот эти вот скриншоты других разговоров. Других вот этих вот переговоров. Как это происходит. Ну, в общем, я отказалась. Ну, я и не собиралась продавать. Но я думаю, может, как-то... Ну, вот эти вот детали, которые меня интересовали. Как они отделят канал от всего Google аккаунта. И всего, что привязано. Так он мне об этом ничего и не рассказал. Вот. Ну, в принципе, вообще я подумываю о новом аккаунте. Возможно, мне придется создать новый аккаунт. Потому что деньги... Я не хочу работать через эти... Через партнерские сервисы. Как они называются? С медиасети. Которые забирают 20-30 процентов от твоего заработка. И тебе... Ну, зато удобный способ получать. Можно ежемесячно, не дожидаясь этого порога. Ну, в общем, с Google деньги тяжело получать тем, кто мало зарабатывает. Ну, я вот... У меня всего лишь тысяча в месяц идет. Тысяча рублей в месяц. Примерно так. И... Таким, как я, конечно, было бы удобно получать через... Другим способом. А в гугловском аккаунте только два способа получения. Чек. Банковский чек и... И банковский перевод. Ладно, оно бы ничего, но в Казахстане. То есть, мой аккаунт зарегистрирован в Казахстане. И мне, чтобы мои деньги получить, нужно в Казахстан ехать. А я... А это сильно расходится с моими планами. Я не могу ради, там, двухсот долларов ехать в Казахстан. Вот так. Таким вот образом. И сейчас, да, у меня чек... Я, вроде бы, там перестроила, переписала адрес. Ну, нифига. Они шлют на подтвержденный адрес. А подтвержденный адрес – это там, в Актюбинске. И туда идет чек. Я попросила мужа, чтобы он мне его переслал. Муж мне даже не ответил. Вот, поэтому я не знаю. Он, конечно, не сможет обналичить чек. Кто его знает? Вот. Короче, таким вот образом. Привет, друзья. Делюсь радостью. Приехали мои дети из Вьетнама. Приехали в 5 утра. Не обошлось без приключений. В поезде забыли рюкзак. Тут же, как обнаружили... Правда, обнаружили поздновато. Уже прошел почти час с момента прибытия поезда. И позвонили на вокзал. И поехали срочно на вокзал. Выручили свой рюкзак. Повезло. Вагон оказался прицепной. То есть, отстегивался он в ламуде. И, в общем, им осталось разыскать вагон. Забрать вещи. Привезли жареной кешью. Сижу и ем. Сейчас 8 утра. 8. 8. 25. Продолжаем. Так, друзья дорогие. Конечно же, вы абсолютно правы. Приехали мои. И у меня нету возможности снимать. Снимать видео. Влоги. Но сейчас у меня есть возможность, кажется, прямые эфиры делать. Но, опять-таки, я тоже к этому времени выдыхаюсь. К полуночи, когда можно снимать видео, когда все уснули. Так, что-то я о чем-то не договорила. Не вспомню. Ну, не буду видео затягивать. Не дошила. В общем, пока я сшила. Так, ладно. А еще что? О чем? Что-то, что-то мне надо было договорить. Сегодня сходила к дерматологу. Так, к дерматологу сходило лечение. Так, и не начала. А, нет, почему? Я просто. Мне выписали акридерм. Ну, что за изображение? Только что же было нормально. Кстати, говорю, у меня, наверное, тут тушь размазана. И вот, нет привычки смотреть в зеркало. И, пожалуйста. В общем, ребята, теперь, наверное, будем встречаться в эфирах. Так, если чего-то не договорила, задавайте вопросы, я отвечу в комментариях. У нас уже идет весна в полном ходу. Какой банальный обесказ. Весна у всех. Ну, у нас пока что, соответственно, погода становится теплее. Тает. Ну, конечно же, у нас в Сибири не так все просто. В общем, март у нас это все-таки еще не весна. Смотрю, люди там в Курсках ходят или говорят, вот у нас плюс 15. Холодно. Мне прям хочется убить. Ненавижу. Хочется сказать, ненавижу. Здесь у меня размазано или что? Да нет, вроде бы. Вообще, я вот сейчас, когда была в ванной, смотрю в зеркале. Я довольно прилично выгляжу. Подстригли меня как-то по-уродски. Не хотела я к этому мастеру попадать. Хожу, короче, в цирюльник сетевой, парикмахерскую, где меня стригут за 270 рублей. Так вот, предпоследний раз отлично подстригли. А сейчас я снова попала к другому мастеру, который меня стриг до этого, и я не была довольна. Но там было всего два мастера, одна из них вообще не бралась за этот тип стрижки. А вторая, ну ладно, раз уж я запланировала подстричься, села подстриглась. Что я хотела сказать? Ну ладно, не важно. Давайте с вами встретимся через неделю, наверное, в следующем эфире. или на 8 марта, может быть. Но, правда, я сомневаюсь, что на 8 марта я попаду к вам на встречу с вами. В общем, давайте через неделю, наверное, все-таки встретимся уже в прямом эфире. А вы задавайте вопросы. Хорошо? Все. Давайте до встречи. О чем-то я тут не договорилась все-таки. Ну ладно, не будем затягивать. Все. Пока. 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 Пока.